Олеся Железняк родилась в 1974 году в обычной работящей семье. Отец работал грузчиком, мать швеей. В те годы они даже подумать не могли, что их дочь Олеся сможет стать популярной актрисой. Еще в школьные годы она была влюблена в мальчика, который отвергал ее. Она хотела стать красивой и успешной дамой в будущем, чтобы тот жалел, что не обратил на нее внимания. После школы была первая попытка попасть в театральное училище, которое стало безусловно. успешной. Девушка решила пойти на курсы ВОВГИК. Со второй попытки Олеся все-таки поступила в ГИТИС. Учась на третьем курсе начала актерскую карьеру в театре Линкома. А когда получила диплом, стала официальным работником театра, в котором играет до сих пор. Начала карьеру в кино Олеся сразу с главной роли в фильме «Ландыш серебристый». Девушка сразу стала популярной. Интересен факт, что персонаж, которого сыграла Олеся, повторяет ее судьбу. Простая девочка внезапно становится звездой. После этого было много ролей, главных и второстепенных. Одно оставалось неизменным – на Олесю любили смотреть. Например, роль в сериале «Моя прекрасная няня». Олеся не была здесь главной героиней, но была очень ярким персонажем, которого запомнили. Это дало ей еще небольшой толчок популярности. Олеся понравилась играть в крупных, многосерийных проектах. Это можно было назвать основным заработком. Она сыграла во многих сериалах. Когда у ее семейства уже было много детей, Олеся решила, что не хочет принимать участие в многосерийных работах и начинает менять жанры фильмов, поскольку не хочет, чтобы ее ассоциировали со сватами. Сейчас она сыграла уже в 55 картинах, некоторые из которых еще не вышли в прокат. Помимо ролей в кино, она является актером дубляжа, часто появляется на ТВ. Со своим будущим и единственным мужем – Спартаком Сумченко – Олеся познакомилась еще в годы студенчества. Тот тоже проходил курсы в Овгик. У них не получилось поступить в один вуз. Парень направился в училище имени Щукина. После окончания учебы пара поженилась, в семье появилось четверо детей. Дети не воспитываются, как будущие актеры, они не посещают кружки, музыкальные школы, не ходят в театр. Спартак – средней популярности актер. Он был востребован в театре Вахтангова, снимался в кино. Конечно, ему не сравнится по популярности со своей супругой. У него сложный характер, он прямолинейный человек, собственно, по этой причине не раз лишался работы. С 2015 года он почти перестал использовать свои актерские навыки и является домохозяином. Сама Олеся говорит «Я являюсь добытчиком, заведую бюджетом». Муж больше занимается домашними делами, воспитывает детей, ведет хозяйство. Олесе не нужны яркие подарки, цветы, свидания, интрижки для СМИ. Ей хорошо в своей семье.